Партнер программы «Сеть детских клубов» «Ети и дети». Здравствуйте, ребятам! Здрасте! Вчера у нас с вами был второй конкурсный день. Вы показали, ребята, что вы очень сильные соперники. В стране безопасности есть свои правила. Вы уже знаете, что для того, чтобы получить главный приз и звание специалиста по детской безопасности, нужно пройти что? Испытания. Испытания, конкурсы. Да, правильно. Вчера, позавчера с этим правилом вы уже столкнулись. Знаете, что, по чему и почему. Сегодня продолжаем бороться. Готовы отвечать на вопросы? Да. Отлично, ребята. Ребят, вы ходите уже в школу. И наверняка знаете, что в школе, как и в любом другом общественном месте, нужно вести себя правильно. Правильно. И слушаться учителя. Да, да. Очень много правил, как нужно вести себя в школе. Именно этой теме и будет посвящен наш сегодняшний с вами день, конкурс. И называется первый конкурс «Почему неправильно?». Послушайте его условия. Я вам зачитываю небольшое стихотворение, а вы по очереди должны ответить, почему неправильно кто-то поступает. За полный ответ я каждому из вас за каждый полный ответ буду давать две фишки. Ну, в финале там мы уже поднимем еще больше ставки, стоимость ваших правильных ответов. А сегодня еще две фишки за каждый правильный ответ. Сейчас методом жеребьевки мы с вами определим, кто начнет первым объяснять, почему дети ведут себя неправильно в школе. Итак, выбираем руки. Алина начинает конкурс. Слушаем внимательно стихотворение, Алина, для тебя. Володя Демин всякий раз у нас опаздывает в класс. Уже давно урок идет, а он по лестнице ползет. У двери пять минут вздыхает. Всех от занятий отвлекает. Что не так он делает? Он потому что опаздывает в школу, потому что он, наверное, выходит не раньше, а поздно, к восьми часов. Да, мало того, что он опаздывает, идет, так он еще и других детей отвлекает при этом. Да, и ползет. Конечно, мешает. Он прерывает учебный процесс. Учитель что-то деткам объясняет, а он заходит в класс. Это, конечно, очень невовремя происходит. Не надо в дневник ставить, нет. Да, и кроме того, что когда дети опаздывают, приходят в класс, а уже какая-то информация, учитель какие-то знания детям дал, этот, который опоздал, что он, Володя Демин, не все услышала, значит, не усвоит весь материал. Правильно? Да. Правильно, Алина. Хорошо. Ну, ты не опаздываешь в школу? Нет. Ты все-таки уже ходишь во второй класс два года, научилась правилам правильного поведения в школе, да? Молодец. Только в втором классе опаздывала, и все. Ну, хорошо. Ярослав, теперь тебе стихотворение. Каждый день в большом пакете бутерброды носит Петя. И когда в один присест, все среди урока съест, принимаются за жвачку. Лучше бы решал задачку. Что неправильно делает Петя? Ешь жвачку на уроке. Да, это ужасно. Нельзя есть жвачку. А бутерброды можно на уроке кушать? Нельзя, конечно, на уроке. А где нужно кушать? Вот в школе, когда тебе, Ярослав, захотелось вдруг кушать, как ты поступаешь, если вдруг голод проснулся в тебе во время занятий? На перемене я ел. Правильно. И есть специальные места в школе. Как они называются? Столовая. Правильно. Столовая. Молодец. Только в столовой нужно кушать. И тем более ни в коем случае не на уроке. Правильно, Ярослав? Вот, две фишечки в твоей коробке. Алина, твое стихотворение. Носится на перемене Гриша с Федей, как олени. Всех толкают, задевают и кричать не забывают. У стены весь класс стоит. Голова у всех болит. А они все носятся, Алина. Что мальчишки неправильно делают? Что они все носятся, а надо по коридорам ходить, а не носиться. Конечно. Надо... А с какой стороны придерживаться нужно? Двигаться в школе по коридорам? С какой стороны? Не важно, какой справа, слева идешь. Идешь. Ну, надо с стенкой, где окно, держаться. Думаешь, так? Да. А у нас в школе запрещают... А если идут навстречу тебе и тоже у окна, вы, получается, столкнетесь. А по тротуару как нужно ходить? С какой стороны, ты знаешь? Справа либо слева? С правой может тротуар, и с левой может тротуар. Пешеходы? Пешеходы на тротуаре, а дети в школе все должны придерживаться всегда, Алина. Правой стороны. Правой. Но самое главное, ты сказала, что в школе бегать ни в коем случае нельзя. Можно споткнуться и упасть. Да, правильно. Две фишки твои. Ярослав, слушай внимательно свое стихотворение. Не хотят общаться с Сашей все ребята в школе нашей. Он и к старшим пристает, и ребят помладше бьет. Никому прохода Саша в нашей школе не дает. Он неправильно делает, что всех обижает, и с ним никто не хочет дружить, потому что все знают, что если они что-то сделают не так, то он их обидит. Обижать нельзя, Ярослав. Правда? Не тех, кто младше тебя, не тех, кто старше. Правильно. Правильно, Ярослав. Молодец. Ты мальчик культурный, порядочный, поэтому ты все правила эти знаешь. Ребят, молодцы. Справились уже с заданиями. Давайте считать, сколько фишек заработали. По всех четыре. По четыре? И у Ярослава четыре. Отлично. Ну что, а сейчас у нас с вами встреча с кем состоится? С дядей Виталий. С дядей Виталий, да, инспектором милиции. Давайте-ка послушаем, что интересного он нам сегодня расскажет. Ребята, здравствуйте. Здравствуйте. Вы уже ходите в школу и должны знать, что школа – это место, где детям нужно правильно себя вести. Давайте сразу познакомимся с тем, чего в школе делать нельзя ни в коем случае. Итак, нельзя пропускать уроки без уважительных причин, портить и выводить из строя школьное имущество, говорить плохие слова и играть в карты на территории школы, приносить в школу пиротехнику и пользоваться ей, хулиганить, драться и бросать друг друга предметы, самовольно лазить по чердакам, крышам, карнизам, пожарным лестницам и другим опасным зонам. Ребята, это простые правила, но их соблюдение сможет уберечь вас от больших неприятностей. А на сегодня это все. А я, как всегда, желаю вам победы в игре и безопасности в жизни. До свидания. До свидания. Ну что, ребята, у меня есть на сегодня для вас еще одно испытание, которое мы с вами должны обязательно пройти, чтобы приблизиться максимально уже к финалу. У вас есть карточки? Ребята, можете уже перевернуть их. У вас их шесть. Загадки я прочитаю четыре. А отгадка написана у вас, читать вы уже умеете? Бери, Ярослав, смотри. Можно вот так вот сделать? Ну, как удобно, да, можешь положить. Я читаю загадку, а отгадку вы ищете на одной из картинок, которые у вас есть на столе. Слушай внимательно первую загадку. Первокласснику семь лет, за плечами ранец, а в руках большой букет, на щеках румянец. Что за праздничная дата? Отвечайте-ка, ребята. Правильно, и Ярослав ответил правильно, но Алиночка оказалась быстрее. Что это за праздник? Первое сентября. Первое сентября, конечно. Ярослав, держи свою фишку. Держи. И Алина тебе продумала. Слушаем вторую загадку. Он звонит, 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 и ребятам он велит. Или сядь и учись, или встань и разойдись. Что это у нас? Читаем. Звонок. Звонок, правильно. Ответили правильно. По-моему, одновременно, да? Да. Одновременно, молодцы. Каждому по две. Пишем в нем задание на дом. Ставят нам отметки рядом. Коль отметки хороши, просим. Мама, подпиши. Быстрее, быстрее. Ах, замешкалась, хотя ответила правильно. Ну ничего, Ярослава за скорость и за правильный ответ. Две фишки. Вот. И Алиночке фишечку. Молодцы, ребята. Итак, последняя загадка и последняя возможность заработать сегодня фишки. Слушаем внимательно. И ждем, пока я закончу читать загадку. Пишет он, когда диктует. Он и чертит, и рисует. А сегодня вечерком он раскрасит мне альбом. Вместе подняли одновременно, показали правильно. Ребята, очень вы такие резвые. Быстренько реагируйте и поднимайте. Давайте считать, сколько фишек сегодня заработали. Ярослава, сколько? 11. У меня тоже 11. 11 тоже? Да. Дети, дети. 36 фишек по 36 фишек по итогам трех дней. Слушайте, у нас с вами уже завтра финал. Мы определим победителей или у нас будет ничья? Как вы думаете? Давайте ничья. Ничья? Да, чтобы никто не плакал. Так, ну хорошо, посмотрим все-таки, как завтра сложатся у вас дела. На сегодня все. До встречи, ребята, в нашей стране безопасности. Пока-пока. Пока. Субтитры подогнал «Симон»